Проблема в том, что мы столкнулись, мы столкнулись и столкнулись уже, надо сказать, подготовленными, вот с поколением миллениалов, поколением Z, точнее, лучше сказать, да, то есть те, кто родился, вылез из утробы матери уже с гаджетом в руке, и надо сказать, что это очень, очень забавно. Вот я, когда приезжаю в родное МГУ, я всегда делаю, делаю одно движение, я не очень часто бываю, но всегда наблюдаю одно и то же, я открываю 01 и 02 аудиторию, просто дверь, вижу всегда одно и то же зрелище, вот люди сидят в гаджетах, а где-то там далеко вещает профессор, который, конечно, никто не слушает, вот это два параллельных мира, совершенно не пересекающихся ни в одной точке. Понимая это, мы совершенно по-другому организовали образовательный процесс. У нас не всегда, конечно, и не везде, но мы сейчас расширяем это постепенно, я думаю, что через год-два это будет полностью, вот этой новой методикой обучения мы будем покрывать все дисциплины. Вот как сейчас это происходит? Вот приходит профессор, не один, а, скажем, компания, человек пять-шесть. Вот сначала семь-восемь минут. Почему семь-восемь минут? Это вот не мы выдумали, это максимальное время концентрации для digital natives. Семь-восемь минут профессор нечто рассказывает, потом они разбиваются на команду. У нас специально, у нас лекционный зал совершенно иные, то есть это столы примерно 6-8 человек, с общим экраном, с неким, с неким IT, который позволяет, позволяет видеть, делать то, что делают другие. И у каждого, у каждой такой команды есть ментор. Это может быть даже старший студент, это может быть аспирант, может быть постдок, а после в конце, в конце семь-восемь минут некое подведение итогов. И подведение итогов. Ну вот, знаете, вот, когда в 19 веке переходили от гимназии к реальному обучению, к реальному училищу, то там появился лозунг «learning by doing». Ну его потом забыли, а сейчас снова вспомнили, сейчас снова вспомнили, что действительно вот это вот учить на практике, по сути дела, на самом деле это не такая плохая идея. И она вот сейчас в новом обличии, она возвращается. На самом деле совершенно не нужно думать, что вот люди, которые нас заменяют, они по-другому психологически устроены, они там глупее или умее. У меня был вот есть такой великий человек Николай Николаевич Константинов. Он, в общем, все кружковое движение математическое в Москве, а мы, в России, организовывали он. И он до сих пор жив, здоров и, в общем, даже, и, в общем, даже принимает активную участие. Он был у меня руководителем математического кружка, когда мне было 14 лет. Я у него на дачу с приятелем ездил. Ну, в общем, короче говоря, он такой вот действительно отец-основатель всего этого. Как-то мы разговаривали, он в независимом университете, в общем, в основном бывает. И мы говорили, ну, как новое поколение? Ой, ну, кошмар, 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 конечно. Полная деградация, полная. Но решают лучше. Понимаете, поэтому просто действительно у людей, у людей сейчас очень сильно изменилась психологическая установка. То есть, понимаете, вот сейчас мы все прекрасно понимаем, что бессмысленно сейчас учить, в каком году было битого при крысе. Он просто не поймет, зачем ему, зачем ему это, понимаешь, потому что гаджет — это и есть продолжение его мозга. Для него это действие совершенно бессмысленно. И, конечно, учить надо совершенно по-другому. И мы пытаемся сейчас это делать. Я хочу сказать, у нас серьезные очень международные контакты, как ни у кого в России. Вот я вчера делал аудированный доклад на совете учредителей. Я могу сообщить цифру, которую я сам не поверил. За четыре года мы выпустили статьи с 997 иностранными университетами. Вот вы услышите цифры. Я не поверил, дайте список. Ну, прямо из Сайвелла выгрузили список. Действительно, 997 иностранных университетов, 145 российских. На самом деле, у нас действительно очень мощная сеть академическая. И мы видим, что эти процессы происходят везде. Для чего я это упомянул? Потому что, действительно, ощущение, что это происходит везде. И у нас даже, может быть, как ни странно, быстрее, чем в других местах. Вот это удивительная, удивительная вещь. Знаете, примерно аналогично. Вот Россия по безналичным платежам почему-то стала пятой в мире. Вообще. Пятой в мире. Очень странно. Мы так, мы настолько, казалось бы, у нас настолько развито, знаете, как известная пословица, когда в России не будут взяты. Когда количество конвертов будет равно количеству почтовых отправлений. Но вроде казалось, наличные деньги. Нет, Россия на пятом месте по объему безналичных платежей. Объяснить это невозможно. Я не берусь. Это отдельная история. То же самое, вот с образованием. Вот у меня полное ощущение, что мы в этом смысле находимся действительно серьезно впереди всех тех, с кем мы общаемся. Общаемся мы со всеми. Ну, СМТ, конечно, больше всего, но в качестве партнеров у нас технический университет Мюнхена, террористский университет, это такие близкие партнеры. Вот. Ну, боксин с Digital Natives, значит, это действительно отдельная история. И в какой-то части это в самом деле другие люди. Но их надо понимать, их надо правильно учить. Вот не так, как учили нас. Традиционная лекционная система, она просто умерла, ее все. Умерла, ее надо похоронить и забыть. Поставить крест, поставить крест и забыть. Ее больше не существует. Это нужно твердо понять. Конечно, это будет оставаться в математике, это будет оставаться в терфизике, безусловно. И то, наверное, потихонечку тоже будет дрейфовать в эту сторону. Ну, вот первый вопрос на плакате, это как меняет мир цифровая революция. Вот замечательная книжка, я так понял, что многие здесь знакомы с ней. Вышла замечательная книжка Харари, такого известного профессора из Иерусалимского иерейского университета. Эта фамилия Харари называется книжка Хомо деус. Значит, на самом деле, почему мне было очень интересно ее читать? Потому что, если кому-нибудь интересно поднять, погуглить в интернете, то, что я говорил многие годы, но говорил очень осторожно и не смел говорить то, что сказал на самом деле Харари. Но, честно говоря, я вот как читал, как будто свои мысли. Только он пошел гораздо дальше. Он сказал то, что я думал, но никогда не осмелился сказать вслух. А на самом деле, я всегда говорил, многие годы говорил, что действительно мир сейчас вступил. Мы этого не замечаем, как всегда, очевидцы не замечают, очевидцы времени не замечают перемен. Знаете, классическая история, возьмите, там, окаянные дни Бунина, там, вот 25 октября 2017 года. Сегодня в Мариинке давали, там, не помню что, вот ходили, там, было замечательно. Что-то такое, там, большевики, там, в конце. На самом деле, просто свидетели действительно драматических событий, драматических изменений, как правило, их не ощущают. Это вот хорошо известный факт. То же самое о нас, можно сказать. Мы живем в момент новой революции. Как промышленная революция породила рабочий класс, так вот новая цифровая революция, она породит, к сожалению, класс никчемный, неработающий. Знаете, вот, я долго жил во Франции, в Париже, и хорошо помню, это происходило на глазах. Вот Париж был рабочим городом, кстати, как и Москва. Заметьте, где все московские заводы? Их нет. А куда исчезли эти люди? Вот, кто может ответить на этот вопрос? Вот ведь огромное количество, огромные заводские районы, там, Коломенская, какой-то там, МЗМА, там, ЗИЛ, там, Шарикоподшипник, там, на которых работали миллионы людей. Вот где они все? Ответа нет. То есть ответ, конечно, есть, но не очень понятный. Вот то же самое Париж. Это были заводы, там, Ситроен, Пежо, Рено, там, и так далее. Это действительно был рабочий город, синие воротнички, синие воротнички. Нету сейчас этого ничего. Ничего этого нет. Такая же самая, та же самая история. Цеха есть, в них работают, в их работают фануки, ЭББ, роботы, манипуляторы, точнее сказать, манипуляторы. А из людей, там, ну что, вот в пределе, там, какой-нибудь, там, Приус, там, на заводе, там, три человека, генеральный директор, бухгалтер, там, ну, я преувеличиваю, конечно, там, контролер какой-то. Ну, примерно так, на самом деле. То есть, рабочий класс, рабочий класс вымирает, вымирает, это уже всем очевидно. А следующий шаг – это вымирание и вымывание инженерного, инженерного класса. Почему? Вот сейчас в мире, не свои цифры привожу, сразу говорю, что я вот какие-то, если какие-то цифры буду приводить, это, это, это все не мое. Это, могу ссылаться каждый раз, но это не статья, поэтому пропустим. Вот в мире сегодня 70 миллионов инженеров-конструкторов. Вот по статистике, в зависимости от уровня компании, ну, например, в компаниях класса, там, Боинга или Симминса, там инженер в среднем тратит где-то до 50% времени на поиск аналога. А в компаниях уровня пониже, где-то до 70-80% человек тратит на поиск аналога в интернете. Ну, человек проектирует всю жизнь какую-то лопатку для турбины, к примеру, или какой-нибудь ротор, я не знаю, что. Вот сейчас он это делает уже с какими-то модификациями. Что он первое делает? Он завязает в интернет, пытается найти, не изобретать велосипед, а пытается что-то найти. Это совершенно естественно, в этом нет ничего дурного, но проблема в другом. Проблема в том, что есть задача в искусственном интеллекте, которая называется Free Retrieval, то есть извлечение 3D-образов. И которая сейчас находится в очень хорошей стадии решения. На самом деле, я думаю, год, два, три, и она будет уже, так сказать, будет уже вполне индустриальным продуктом. А что это на самом деле означает? Это означает, что ты можешь что-то нарисовать на компьютере из интернета. А сейчас есть гигантские базы данных, в которых содержатся миллиарды различных дизайнов. Ну, давайте вот простой пример, скажем. Ты хочешь дачный домик себе спроектировать, но вы же прекрасно понимаете, что все дачные домики на свете давным-давно спроектированы. Единственное, что ты можешь там немножко изменить, вот здесь я хотел бы ступени покруче, или наоборот, цвет другой, еще что-то. Какие минимальные модификации внести, но все, что можешь спроектировать, все спроектировано, и все это есть в интернете. И на самом деле, на самом деле, все, что тебе нужно, это просто иметь механизм, который сможет в интернете найти то, что у тебя в голове. Вот это и есть вот задача, которая в искусственном интеллекте называется «Free De-Retrival». Задача не решена еще, но есть все основания думать, что вот год-два, и это будет сделано. Ну, много, сильно продвинуто, на самом деле. Что это означает? А это означает, что умножьте там 60% среднее, это время поиска аналогов в интернате, но умножьте 70 миллионов на 0,6, и вот окажется 42 миллиона людей, которые вообще, говоря, не нужны. И вот я опять возвращаюсь к Франции, вот там это очень-очень-очень хорошо видно. Вот вокруг Парижа, ну, у меня семья там живет и все прочее, поэтому, знаете, вот все это движение этих желтых жилетов, там, и телекассер, то, что называется, ломатели, да, вот, я все это хорошо вижу, потому что очень часто бываю. Вот я как-то зимой, по-моему, с утра встал, и вот, наверное, на улице 50 сожженных машин. Просто вот остовые одни стоят. Причем, надо сказать, что страховка не покрывается, конечно, это классический форс-мажор. То есть, или 23 мая, каждый год, вот, заканчивают лицеи, заканчивают последний звонок, а из пригорода приезжают ребятишки на мотоциклах с бейсбольными битами лупить этих умников, понимаешь? И это продолжается каждый год, и никакая полиция с этим ничего сделать не может. Вот весь Париж окружен вот этим поясом, понимаешь, как гетто. Туда не ездит скорая помощь, туда, я не пугаю, я тут, понимаете, вот это, ну, в какой-то части моя жизнь, да. Туда не ездит скорая помощь, туда не ездит полиция, туда даже на убийство, на убийство не приезжают иногда. Вот действительно гетто. Полицейские участки там, это один раз по неприятному случаю был там. Полицейские участки, это, ну, 4-5 метров бетона со спиралью Бруно на конце, с двумя автоматчиками. Ну, вот на классическое гетто. Понимаешь, вот Франция достаточно богата, чтобы прокормить 11 миллионов таких людей. Абсолютно без всяких проблем. Там кроссовки, кеды, там, не знаю, что еще там, бургер. Никаких проблем, занять нечем. Вот я думаю, многие из присутствующих бывали в Штатах. Вот такое первое ощущение, когда ты прилетаешь в аэропорт. Вот первое ощущение, самое странное всегда у меня возникает, что вот под вывеской, где на всех языках, включая китайский, написан там, baggage claim, там, и так далее, и так далее, стоит афроамериканец, который показывает. Вот сюда, отсюда. То есть, на самом деле, страшная проблема. То есть, мы людей легко можем прокормить, мы их не можем занять. А что делать? Ведь дело в том, что и профессии будут пропадать одна с другой. Ну, вот вы сейчас понимаете, вот сейчас проблема автодрайвинга, да? То есть, автомобиль без водителя. У меня вот в прошлом году нас навещала заместитель председателя Бундестага. И она мне всякую интересную вещь сейчас сказала. Говорит, знаешь, а вот у нас есть специальная комиссия по этому вопросу, этическая. Я говорю, а что, что, чем вы занимаетесь? Она говорит, ты знаете, вот у нас один из главных вопросов. Вот представь себе, что ты знаешь, что машина тебя задавить не может, ни при каких условиях. Вот это категорически исключено. Я с ужасом подумал, а что будет в Москве, если это вдруг произойдет? Ну, можете себе на секунду представить, что будет на Тверской. Понимаешь, если я точно знаю, что меня никто и никогда не задавит, значит, наверное, движительная Москва становится. Немцы, люди дисциплинированные. И то они об этом думают. А что будет здесь? Но тем не менее, тем не менее, этот процесс совершенно неизбежен. И, ну да, в Калифорнии, конечно, с точки зрения чисто технологической, это сделать гораздо проще, чем в Москве, принимая во внимание наши плохие погодные условия, дожди, снега и так далее. Но все равно это дойдет, конечно. Это дойдет и дойдет очень быстро. Пройдет, ну, пять, ну, семь лет. Это будет стать все более, более, более массовым. И профессия водителя, профессия водителя, конечно, будет, конечно, будет отмирать. С этим сделать ничего невозможно, да, может, и не нужно, как появилось. Хотя кучер-то был всегда, но неважно. Как появилось, так и исчезло. На самом деле это мелочи. Главная проблема в другом. Главная проблема в том, что вот я рассказываю о каких-то конкретных случаях, а на самом деле общая тенденция заключается в том, что люди средней квалификации, вот я всегда говорю, знаешь, вот шеф-повар и парикмахер останутся всегда. Никакая цифровая революция их не убьет. Это совершенно точно, они всегда останутся. А вот люди средней квалификации, вот я подчеркиваю, средней, даже не самой низкой, потому что, знаете, вот я в Сбербанке сидел позавчера, да, и вот мне показывают робот, который считает купюры с колоссальной производительностью, 600 тысяч банкнот в день и так далее. Сколько он стоит? Ну, хорошо. На самом деле ведь вопрос чисто экономический. Можно наплодить этих роботов, а можно посадить девочек-оперционисток с восьми классами образования, которые будут честно это все считать. Ну, вопрос просто, что выгоднее экономически. Поэтому есть очень много занятий, которые можно искусственно создать или которые можно, наоборот, заменить на что-то механическое, скажем, на робота, да. А если ты их поддерживаешь, то ты поддерживаешь каких-то социальных целей. Вот социализация общества. Социализация общества – это вообще отдельный вопрос. Он тесно связан с тем, о чем я говорю, о последствиях потенциальной цифровой революции. Мы уже живем в это время. На самом деле мы говорим о том, что вот что-то будет когда-то. Послушайте, ну мы живем уже в это время. Вспомните, 20 лет назад, 20 лет назад, кто думал, 25 лет назад, кто думал о мобильном телефоне? Ведь как-то жили, созванивались. И, в общем-то, ничего, тот, кто постарше, прекрасно знает, что ничего страшного не происходило. Люди приходили на свидания, на работу, как-то договаривались, как-то встречались. И ничего страшного не происходило. А сейчас первое, что я делаю, выходя из дома, наверное, как большинство из нас, здесь ли мой мобильный телефон? Ну, в общем, возникают некие зависимости. Действительно, некие зависимости даже людей, которые, может быть, я не digital native, да, но, так сказать, я точно знаю, что у меня, конечно, зависимости есть. Думаю, что как большинство присутствующих. Уже существует. То есть мы уже живем в этот момент. Но, правда, в самом начале. А последствия будут, на самом деле, очень печальные. Вот эта вот тенденция, что цивилизованная страна может накормить гораздо больше людей, чем она может занять, вот она будет все нарастать. Причем нарастать с экспоненциальной скоростью. То есть, что говорит Харари? Он говорит страшную вещь. Я всегда это думал, но никогда не осмелился сказать. Сейчас я сошлюсь на Харари. А он говорит страшную вещь. Ну, что, конечно, появится новый класс незагруженных людей. А как мы к ним будем относиться? Говорит, ну, человечество знает отличный пример, как мы относимся к животным. Ну, так, вот, хорошо, так сказать, вот домашнее животное. Ужасная фраза, конечно. А если что-либо лучше, я не знаю. Вот, все-таки, на самом деле, на самом деле, я думаю, что он не прав. И вот почему. Нельзя забывать про эволюцию. Вот, смотрите, я все-таки думаю, у нас разговор, может, не совсем для интернета, но хорошо, бог с ним. Вы знаете, что вот до революции, скажем, финны в Петербурге, это кто из финны, это были молочники, те, кто привозил в дома молоко. Прекрасно его производили и разводили по дамам. А потом в Финляндии начался бум, вот этот вот, бум, вот этот вот обучательный революции. То есть люди стали учиться. И что мы видим? Прошло несколько поколений, прошло несколько поколений, и Финляндия стала в числе наиболее образованных стран мира. Появились ученые, появились хорошие университеты, появились хорошие работы, появились, ну, Нобелевских лауреатов, кажется, пока нет, но все впереди. Финляндия, в сути, крохотная страна. То есть я абсолютно верю в эволюцию, как, думаю, все присутствующие. Понимаете, вот классический пример, условно говоря, набеговая экономика, да? Значит, когда возникает экономический уклад, который требует, кто лучший жених в этой самой экономике? Наиболее безбашенный, отчаянный, понимаешь, что происходит в итоге? Если все это растягивается на десяток поколений, в итоге весь народ возрастает таким. Знаете, бойцовая собака, собака, а мы мало чем отличаемся, бойцовая собака, сам знаю точно, у меня амбуль, она за четыре поколения делается. То есть из вполне себе дворняжки, за четыре поколения, если у тебя есть большое пространство для селекции, ты можешь вырастить бойцовую собаку. К чему я это говорю? К тому, что сейчас вот была советская власть, при советской власти, мы все это прекрасно, многие, я думаю, что все прекрасно помнят, по закону президент Академии наук получал на 50% больше, чем генеральный секретарь. Это было некое дань уважения к ученым. Ученые, дипломаты, это были завидные женихи, но дипломатов было мало, ученых много, и на самом деле это некий эволюционный процесс, то есть люди действительно становились умнее. Но вот то, что нам осталось с тех пор, мы, конечно, благополучно расходуем последние 30 лет, и думаю, что эволюция сейчас работает как раз в обратную сторону. Страна становится глупее, несомненно, в целом. И, в общем-то, мы это видим. К великому сожалению. Знаете, вот я опять возвращусь к колтеху, вот мы стали повышать прием, потихоньку мы стали повышать прием, и вдруг в какой-то момент мы заметили, что надо остановиться, потому что качество, среднее качество падает. потому что у нас 38 человек конкурс на место. Причем это не документальный конкурс, это те, кто проходит документальный конкурс, все попадают на экзамен по математике, TOEFL, собеседование, две рекомендации от людей, которых мы знаем, и так далее. То есть это действительно сложный конкурс. И вот вдруг мы увидели, что средний уровень упал. По сравнению с прошлым годом, вот собрались все, просто поговорили, все говорят, да, средний уровень, средний уровень упал. Почему? А на самом деле ответ очень простой. Да, фактически это вот предел, вот предел, вот если мы выдали определенный треш-холд, определенный порог отсечки, то, ну, наверное, да, больше нет. Больше нет. Значит, больше набирать нельзя. Если мы договорились с самого начала, что мы готовим научно-технологическую элиту страны, а это было такое с самого начала, установку, 1200 человек и ни одним больше это было, 1200 студентов. Да, больше нет. Вот я, и мы на себе поняли, что действительно нельзя повышать прием, что ниоткуда взять. Людей, людей такого уровня взять ниоткуда. Увы, и ничего с этим не сделаешь. То есть пока, я думаю, что мы живем вот на остатках тех поколений, которые проживали при советской власти, когда ученые, это было, ученые высокого класса, это был небожитель, всем это хорошо знакомо, я думаю. Мы живем еще вот на этих остатках. Сколько еще протягиваем, это сказать, конечно, очень сложно. очень сложно. Вот, ну, дайте я немножко поговорю о технологиях, не о социальных вопросах, а немножко о технологиях. Ну вот, сейчас у нас, сейчас у нас идет программа цифровая экономика. предметы для нее выбраны, я бы сказал, более-менее правильно, ну, что-то забыли, но в основном, в основном выбрали правильно. Это, конечно, все, что связано с квантами, это и квантовое шифрование, и квантовое, передача ключа, имею в виду, и квантовое вычисление, и квантовая сенсорика, это все, что связано с искусственным интеллектом, с машин-ленингом, это все, что связано с передачей информации, 5G, наверное, это уже в прошлом, это уже существует, вещи, скорее, нужно ввести А6G, хотя, даже трудно уже сказать, что же будет передаваться по 6G, если по 5G, я думаю, что может быть передано все, что угодно, фактически, без всяких ограничений, вот, что будет передаваться по 6G, это вопрос. Но, вы знаете, что жизнь показывает, что мы всегда недооцениваем рост потребностей человека, они всегда растут без третьего возможности, то есть сначала кажется, да ну зачем, это же такое, такие мощности, да куда, понимаешь, скорость 40 км, помните, был такой, я, говорит, я сошел с ума, я мчался в начале 20 века, я мчался со скоростью 25 км в час на машине, вот, ну, а сейчас зачем тебе 200, понимаешь, ну, есть даже, в общем, короче говоря, возможности растут, на самом деле, очень быстро, и вот эти области, которые сейчас у нас определены, определены как перспективные для развития цифровой экономики, для перехода, вот, диджитальной трансформации, цифровой трансформации, они, вообще говоря, определены правильно, но только надо понимать, что, надо понимать, что, если мы сравним объемы средств, которые, вот, простой пример, Китай объявил о программе, о программе квантовых технологий, и отрядил на 8 лет, по-моему, нет, вру, до 30-го года, отрядил триллион юаней, что в переводе на доллар означает 140 миллиардов долларов на сегодня. Если вы посмотрите наши цифры, это, в общем, вполне доступно, то вы увидите, что разница тут в порядке, не в один, не в два, в порядке, понимаете? То есть, на самом деле, на самом деле, конкурировать сейчас практически невозможно. Можно сохранять, можно сохранять, единственное, на что приходится надеяться, что мы должны хотя бы сохранять уровень понимания, то есть, ни в коем случае не идти в индустриальную реализацию, а хотя бы сохранять науку, которая понимает, сохранять определенное количество людей, которые, по крайней мере, понимают, что было сделано, что будет сделано, куда идут какие-то, куда направлены тренды и так далее. Вы знаете, вот я опять в третий раз вернусь к Франции, мне довольно близко, и вот во Франции есть очень твердый, очень твердый закон. Вот во Франции живет 62 миллиона человек, а если мы посмотрим на линейку того, что они делают, оказывается, они делают все. атомные авианосцы, атомные подводные лодки, межконтинентальные баллистические ракеты, ну, естественно, атомные бомбы, ТЖВ, ядерные станции, все, абсолютно и без исключения. Делают все, все то же самое, что делали большие и самые большие. И вы знаете, каким образом? У них есть два огромных преимущества. Преимущество номер один. Никогда об этом вслух не говорится, но, поверьте мне, я знаю совершенно точно, никогда не финансируются прорывные исследования. Сначала кто-то должен сделать, а после этого мы повторим. Вот мы повторим совершенно точно. Грубо говоря, не финансируются те исследования, которые могут закончиться ничем. Это принципиально невозможно. Во Франции это невозможно. Но если кто-то сделал, мы гарантированно повторим. Уровень французских инженеров чрезвычайно высок, благодаря очень высокому уровню образования. На мой взгляд, лучшему образованию в мире на сегодняшний день. Если это сделали, мы повторим. Но выбрасывать деньги на то ли будет, то ли нет, мы не станем. Это твердый закон, хорошо, прекрасно реализованный. И вот посмотрите, что у них есть все. Но они не тратят деньги на прорывные исследования. Вот в отношении квантового компьютера, если уж зашел разговор. Но вот общее мнение, мы как-то собирались здесь на какую-то тайную вечерю. Знаете, ведь как ни странно, в квантовых технологиях, если посмотришь, кто в мире лидирует, то оказывается, кроме фамилии Мартинес, все остальные фамилии русские. Не из России в основном, но русские. На самом деле. Ну и вот как-то собирались, я не буду предысторию говорить, я не был сам автором этого, делают по просьбе, но собирались как-то люди, которые действительно являются лидерами в области квантовых технологий, прежде всего, квантового компьютинга. Ну вот общее мнение, да, ну квантовый компьютер, знаете, ну да, 25-30 лет, возможно. И вот когда мне было 16 лет, что было 58 лет назад, 58 лет назад, когда мне было 16 лет, все были уверены, что проблема энергии решена, год через 3-4, вообще человеческий не будет знать никаких проблем, никаких энергетических проблем, потому что появился термояд, ну вот все, ну вот дальше там уже, так сказать, решение некоторой, некоторой части инженерных проблем, и все будет в порядке. Ну вот прошло, 58 лет, 60 лет, и когда руководители проекта ИТЭР, вы знаете, конечно, что это такое, международный проект, спрашивают, газетчики спрашивают, ну когда же наконец мы получим, получим вот тот самый, извините, наш прогноз на протяжении 40 лет остается неизменным, через 50 лет. Ну вот мое личное мнение, что с квантовым компьютером будет нечто подобное, потому что, например, есть вопрос, который совершенно точно, на мой взгляд, это отчасти соотносится с моей прямой, прямой специальностью, на мой взгляд, он нерешаемый. Вот есть такой великий физик, Алексей Китаев, действительно, ну абсолютно мировая, суперзвезда, вот он придумал, сейчас скажу, немножко отступлю. Дело в том, что квантовый компьютинг, он является, по определению, он является стахастическим, вероятностным. А вы хорошо знаете, что даже в классических электронно-очистительных машинах необходимо предусматривать некий корректирующий код или проверочные коды, ну условно говоря, проверка на отчетность, потому что, во-первых, все имеет свойство сбиваться, а во-вторых, есть такая вещь, как накопленная ошибка, в общем, без этого ничего не работает. А вот в квантовом компьютинге ты не можешь применять стандартные корректирующие коды, потому что это переход от нарушения самого главного, самого главного преимущества квантового вычисления, это интангломента, так называемого, значит, ты не можешь применять обычные средства. Ну вот хорошо, вот мы посидели, Алексей Китаев, Алексей Китаев предложил некое средство, для построения корректирующих кодов, которое называется Surface Coding, которое построено полностью на квантовых принципах. Какая его избыточность? Вот если у меня есть n кубитов, ну вы знаете, вот идет соревнование, сейчас чемпион Мартинес, по-моему, последний результат 79 кубитов, ну может я там плюс-минус 2-3, ошибаюсь, может быть, есть чуть более, чуть более, 80 кубитов, предположим. Так вот, проверочных кубитов должно быть n квадрат плюс n минус единица в квадрате, то есть если я хочу использовать, ну дальше все понятно, да, то есть я должен там, сколько, 15 тысяч, создать 15 тысяч проверочных кубитов для того, чтобы использовать 80 настоящих, ну невозможно. Значит, короче говоря, вот это вот, понимаете, вот это мне напоминает историю с Этером, то есть вот строят сейчас в Кадараша, я не знаю, по-моему, уже даже и заканчивают станцию, вот Этер, наконец, наконец строят станцию. Но уже с самого начала известно, что энергетический input, то есть вход, будет меньше, чем output. То есть это совершенно экспериментальная история, она никакого практического значения не имеет, потому что она только подпитываться будет измена, то есть для человечества это ноль. Ну а прогноз, как всегда, остается неизменным через 50 лет. Может быть будет, может быть нет. Но вот я думаю, что с квантовым компьютером то же самое. С другой стороны, квантовые технологии, квантовые технологии имеют уже совершенно ясное, совершенно точное применение, очень нужное, это, ну скажем, сенсорик, это совершенно, это уже технологии сегодняшнего дня. Очень многие разрабатывают квантовые сенсоры для любых применений. Это сейчас нет просто такой области, где бы они, где бы они сейчас не применялись. Другая история, вот то, что мы, ну скажем, в прототипе сделали сейчас в Сколтехе, это так называемый квантовый симулятор. Это на самом деле старая, хорошо забытая идея 70-е годы, когда машинки были плохенькие, а нужно было, ну вот, это мой личный опыт, нужно было решать, нужно было решать в реальном времени одну очень тяжелую графовую задачу для большого графа, поиск кратчайшего пути. в простых машинах, в простых машинах это, ну, хоть это N-квадрат, это не полная, не NP-полная задача, но, тем не менее, для тех мощностей это было сложно. Ну, вот что, делали приставочку такую на законе Киргов, просто электрическая цепь, но она была абсолютно фиксирована, понятно, да, вот, квантовый симулятор это то же самое, мы можем сделать квантовый симулятор для решения совершенно конкретной задачи, это вот, видимо, возможно, вот в июле месяце, у нас было 5 нобелевских лауреатов, мы продемонстрировали какой-то косой, кривой, но прототип, и даже IBM Magazine написало, что Сколтехи сделали комнатной температуры фотонный транзистор, ну, не знаю, специальный вопрос, не буду углубляться, короче говоря, вот есть несколько направлений, которые зафиксированы сегодня в программе цифровой экономики, это вот кванты, это 5G, 6G и искусственный интеллект, самое, наверное, забавное, самое интересное это искусственный интеллект, вот искусственный интеллект может драматически изменить нашу жизнь и уже меняет, понимаете, вот начиналось все просто, ImageNet, там, так называемый дипленик, то есть глубокие сети, кстати, очень забавная история, вот нейросети знали там с 50-х годов, и все, что про их было известно, это то, что они могут приближать любую функцию, ну, практически любую, там, не буду уточнять, ну, хорошо, приближать, приближать, просто метод аппроксимации некоторого, не очень хороший, в 2009 году, на международном конгрессе по высокопроизводительным вычислениям, я делал доклад, в котором доказывал теорему, там, так далее, на самом деле, я немножко соврал, потому что то, что я доказал, вовсе, вовсе не было то, что я проглашал, который говорил, что с нейронными сетями надо заканчивать, потому что мы построили мажоранту, которая лучше нейронных сетей, вот, на самом деле, все оказалось полной глупостью, через год это стало ясно, что я просто, 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 просто говорил глупости, хотя все, все теорема доказывала, все, неважно, говорил просто глупости, потому что, смотри, вот сказать, очень странная вещь, предположим, я могу сделать аппроксимацию, используя всего 100 параметров, и у меня, как что-то получается, да, а зачем мне тогда нужно миллион параметров, а вот, оказывается, если я вдруг аппроксимацию растягиваю на миллион, вот, как гармошек, так растянул, и оказывается, что у меня получается все, то есть, я могу распознавать образы, могу распознавать речь, могу распознавать, там, хендрайтинг, тот человеческий почерк, совершенно удивительные вещи, вот это все произошло буквально за последние, за последние 8-9 лет, просто грандиозный рывок, когда вдруг, когда вдруг, ну, вы прекрасно знаете, вот, вопрос со распознаванием лиц, например, Сан-Франциско запретил городской полиции распознавать лица, вообще категорически, вот, а распознавание лиц сейчас, сейчас другая задача решается, я вам скажу, что мы решаем другую, другую задачу, что сделать, чтобы тебя не распознали, что сделать, чтобы тебя не распознали, на самом деле, поверьте мне, есть метод, но он довольно хитрый, ни очки, ни борода, ничего тебя не спасет, это ерунда, а вот, мы тут попали в новости CNN, месяца три назад, значит, что в Сколтехе научились делать deep fake videos, понятно, что это такое, да, на самом деле, они немножко, немножко привыкли, потому что мы можем только от плечей делать, грубо говоря, вот от плеча мы тебя можем приспособить к любой, к любой порнографии, куда хочешь, вот, и это непознаваемо, что важно, что это всегда могли делать, фотошоп там, и так далее, и так далее, но важно то, что это уже непознаваемо, доказать это нельзя, вот, и действительно, понимаете, это на самом деле нарушает, нарушает, в общем, ну, возьмите судебную систему, если, если мы знаем, что любое, любое видео, любая фотография может являться фейком, это не может быть принято как доказательство, что с успехом демонстрирует наш, в последнее время мы, мы об этом часто слышим, но эти умные люди, понимаете, нечита нам, уже знали, знали, что это нельзя принимать во внимание, ну, короче говоря, на самом деле искусственный интеллект потихоньку начинает входить в нашу жизнь не только, не только таким естественными, привычными вещами, удобными, ну, прям автоматический перевод, ну, послушайте, вот, сейчас вот конференция там в Китае, например, ну, вот, с той, с той, с той, с той, с той, с той же самой скоростью абсолютно идеальные английские тексты вылезают, человек говорит на китайском, английский текст вылезает с той же самой скоростью, абсолютно идеальной, вот, хотя, если вы посмотрите Google Translate, ну, мы все знаем, конечно, пользуемся, вот, он пока еще далек от совершенства, но этот тест так быстро улучшается, что два-три года, и, в общем, это будет, это будет абсолютно совершенным инструментом. Я не уверен насчет Льва Толстого, там, скажем, но в очень широких, в очень широких рамках, это, конечно, 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 все это будет абсолютно тривиальной историей, но проблема еще в том, что искусственный интеллект это очень опасная история, на самом деле. я вот вернулся, чем, какой-то комиссии ЮНЕСКО, она называется, по этике искусственного интеллекта, кажется, она так называется, я не буду врать, вот я на прошлой неделе был в Париже, и там я обнаружил, я обнаружил, сделал очень хороший доклад, ну, я знаю, кто его делал, в общем, действительно, очень хороший доклад, и там появился термин предвзятости искусственного интеллекта, два термина, неосознанной эффективности и предвзятости искусственного интеллекта. например, я вам приведу пример, который вызывает страшное возмущение. Вот, предположим, два человека, афроамериканец и белый. Вот в Штатах этот пример вызывает колоссальную волну возмущения. Предположите, что у них абсолютно одинаковые анализы. Бехимия крови, я не знаю, объем легких, ну, не знаю, я не врач, но мы сами себе можем прекрасно представить. Вот два совершенно одинаковых человека. но у компьютера есть меточка. У одного Ч написано, а у другого Б. И вот искусственный интеллект предсказывает разное развитие событий для черного и для белого и разные методы лечения. Страшно, расизм, это гендерное неравенство, то же самое про женщину и так далее. На самом деле, на самом деле, вот это и называют предвзятостью искусственного интеллекта. На самом деле, на самом деле, мы не понимаем следующего, что, вообще-то говоря, в данном случае программа-то права, потому что, да, черные и белые, положим, равны на сегодняшний момент, на сегодняшний момент времени. Но, благодаря тому, что искусственный интеллект построен на огромном количестве обработки статистической информации, да, в среднем, черные беднее, хуже питаются, меньше живут, болеют по-другому и так далее. То есть, и он это механически учитывает. С одной стороны, это выглядит совершенно чудовищно, а с другой стороны, это действительно так. Или там, вот скажем, Майкл Козинский, тоже еще один социальный пример, который, по фольклору Кембридж-аналитик, который помогла Трампу выиграть выборы, или, говорят, просто выиграла. Ну, вот он ее идеолог. А вот его последний, Фокс, несколько месяцев назад, очень забавный, значит, он соревновался с Американской ассоциацией психологов, 2000 фотографий геев и 2000 фотографий натуралов. Вот, Американская ассоциация с вероятностью 0,61 различала их. Ну, чуть-чуть лучше, чем подбрасывать монету. А Козинский с вероятностью 0,92 по фотопортретам. На самом деле, теперь на одну секундочку представьте себе. Вот, я вам скажу так, вот с точки зрения, с профессиональной точки зрения, если бы мне сейчас, нам сейчас дали 2000, вот такой набор, такой датасет, программа появилась бы через две недели. это не бог весть что, абсолютно. Поверьте мне, на сегодняшних средствах совершенно не бог весть что, это вполне, вполне, вполне заурядная вещь. Вопрос только набора базы данных. Ну, откуда я узнаю, я черт узнаю, не знаю. Где он взял такую базу данных, он где-то взял. А сделать это, это вот просто пустяк. Вот теперь представьте себе начальника отдела кадров, который бы не поинтересовался, кто к нему пришел. Как вы думаете, будет существовать такой начальник отдела кадров? Я думаю, что нет. Да вообще говоря, ну, представьте себе, что это вот все лежит в open source. То есть ты можешь, ты можешь залезть, залезть в облако, вытащить эту программу и посмотреть, посмотреть, условно говоря, с кем-то сегодня увиделся. Я думаю, мало кто устоит перед соблазном глянуть. Особенно, если по должности было бы неплохо понимать про такие вещи. И вот потихонечку, ну, хорошо, сейчас эта программа не в open source находится, но я думаю, что это абсолютно вопрос времени. Да и потом ее, условно говоря, триумных студентов сделают. Если есть база данных, ее триумных студентов сделают. А, достаточно быстро. Так вот, потихонечку искусственный интеллект начинает проникать не только в нашу технологическую сторону нашей жизни, но и в социальную. И это вот очень опасная вещь. Например, вот термин предвзятости искусственного интеллекта. Вот опять мы говорили о черно-белой, там, или мужчина-женщина. А вот к более серьезным вещам перейдем. то, что мне по моей бывшей специальности очень близко. Управление войной, да? Вот представьте себе, что вот это же неправда, что там кто-то спонтанно нажимает на эту красную кнопку. Это неправда никогда так не было. В Советском Союзе, по-моему, только в 89-м году прекратили программу, которая собирала полную информацию от агентурных служб, от, не знаю, от метеослужб, от спутников, от всего, чего только можно. И, грубо говоря, уровень этой угрозы он рос. И красная кнопка это на самом деле просто последний шаг. А как это решалось? Ну, решалось, да, вот некий круг специалистов, дипломатов, генералов, там, и так далее, которые принимали, принимали некоторые предварительные решения. Так вот, представьте себе, что решение принимает искусственный интеллект. Достаточно это сделать одной стране, как другая страна будет обязана сделать то же самое, потому что это подлетное время, тут все очень просто. Это вопрос быстроты принятия решения. Если та страна делает так, то я тоже должен так сделать. Но представьте себе, что в каждой стране программу, которая инициирует, инициирует уничтожение, уничтожение нашего шарика, учат генералы. То есть, программа, которая в результате будет принимать такое решение, она будет отражать менталитет тех людей, которые ее учили. А что значит учили? На самом деле, учили, это вот что такое. Это генерируется, моделируются некоторые кейсы. Вот танки идут влево, танки идут вправо, вот здесь вот интенсивный радиообмен и так далее. Много всяких глупостей. А вывод следующий. Нажимаем или не нажимаем. 0-1. И вот представьте себе, что одна группа генералов с одной стороны настроена на более агрессивный подход, а с другой стороны настроена скорее на достижение компромиссов, на более мягкие и так далее. Вот это и называется предвзятость искусственного интеллекта. Потому что вот программа, она в точности будет отражать, отражать механизм принятия решения у конкретных людей. Другое дело, что она это будет делать гораздо более точно, гораздо быстрее, в миллион раз быстрее и так далее. Но она действительно предвзята. И на разных странах она может быть абсолютно, абсолютно разной. Это очень забавные вещи, от которых мы находимся крайне близко. То есть, на самом деле, почему ЮНЕСКО начало заниматься этим вопросом? Потому что бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта может, к сожалению, привести к ужасающим последствиям. Хуже того, даже, я бы сказал, другое. В мире сейчас огромное количество так называемых опен-сорсов, таких вот, ну, класс TensorFlow, самый известный из них, самый старый, которые позволяют людям, обладающим очень минимальным образованием, условно говоря, студентам третьего курса технического вуза, делать достаточно несложные, иногда даже, может быть, и посложнее нейронные сети, которые решают определенные задачи. И вот, к сожалению, вот эта такая псевдодоступность этих средств, она может привести к ужасным последствиям, потому что для того, чтобы их действительно использовать, нужно понимать последствия. А вот последствия, к сожалению, для того, чтобы понимать последствия, нужно серьезное образование. Это не просто так вот сочинил нейронную сеточку, потренировал ее на каком-то дата-сете, и все готово. Нужно понимать последствия, а вот это уже вопрос гораздо более сложный. То есть, считайте, что мы так револьвера разбрасываем свободно по дороге, понимаешь, и думаем, а что у нас будет, а что будет, ну, наверное, ничего хорошего. То, что происходит сейчас, примерно то же самое. Да. Вот в отношении искусственного интеллекта есть две точки зрения, и все, кто их высказывает, это люди очень известные, там, Илон Маск одно говорит, так скажем, Хокинг другое и так далее. Ну, на самом деле, может ли от искусственного интеллекта возникнуть что-то страшное для человечества, там, в стиле Азимова или Брэдбери и так далее. Я не знаю, я лично думаю, что нет. Вот высказываются противоположные точки зрения, и все это очень умные люди, весьма информированные, образованные, поэтому мое мнение, собственно, здесь ничего не означает. Но мое личное представление, что все-таки нет, что все-таки искусственный интеллект делают люди, и пока они твердо намерены избежать этого, такого исхода, этого не будет. Вот если найдется, условно говоря, злоумышленник или группа злоумышленников, которые захотят это сделать, это сделать можно. Но все-таки я верю, я, может, чрезмерный оптимист, но я скорее верю в незлонамеренность человечества в целом. Хотя по глупости может произойти все, к сожалению. Еще раз, у нас технологические новости – это вовсе не классические технологии. На самом деле технологии, о которых мы говорили, они идут в медицину, они идут в сельское хозяйство. Знаете, вот у нас сельское хозяйство всегда было страшно отсталым, традиционно, мы все это прекрасно знаем. Мы все это прекрасно знаем. А в мире сейчас, например, Китай храняет свои сельскохозяйственные секреты строже, чем ядерное и ракетное. Поверьте, это действительно так. Я помню, меня поразило, опять же, к своей любимой Франции вернусь, меня поразило несколько лет назад, я был в Варенде-центре, а их шесть всего по миру, такая группа «Братья Гремо». И вот там выращивают свиней. Но они не только свиньи, они там вторые в мире по свиньям, третьи по курам, что-то это вроде. Вот они там выращивают свиней, таких элитных, которые идут потом на чистую линию. Вот представьте себе, что свиньи живут в чистых комнатах, то есть все как по-большому. Исо-4, понимаешь, это нужно душ принимать, это нужно одевать комбинезон к свинье. А свинью томографируют каждую неделю. Вот там, мадам, подвиньтесь там. Ее томографируют каждую неделю. Почему? Потому что нужно добиваться какого-то идеального слоя, там, жир, мясо, жир, ну, я думаю, вы меня понимаете, не буду уточнять. Но на самом деле, на самом деле это такое сосредоточение всех наук, это и искусственный интеллект, конечно, и биология классическая, и агрознания тоже традиционные, и физик, и все что угодно. Знаете, вот с какой скоростью вообще входит в нашу жизнь, входит искусственный интеллект и вообще технологии, причем в нашу повседневную. Вот вы уже сейчас можете залезть, но он пока не открыт, он под паролем, но с 1 января он будет в открытом доступе. Вот запомните слова «кобрейн», это то, что сделано в Сколтехе. Ну, там не только, ну, мы начинали с головы, то есть с неврологии, но на самом деле сейчас там много чего. То есть ты можешь туда прислать свое МРТ и получить ответ, что у тебя. Получить оконтуренную опухоль, если она у тебя есть. Вот мы сейчас, например, работаем с Бурденко, с госпиталем, вот, вот, каждый вечер, вот, перед операцией мы указываем им по МРТ покоя, по ФМРА покоя, мы указываем вот речевой центр, вот зрительный центр, вот двигательный центр. Я даже простоял две операции в Бурденко, чтобы, вот, я люблю, как бы, руками пощупать, понять, вот это правда или неправда, то, что мы делаем, это нужно или не нужно. Вот я простоял две операции в Бурденко, страшное. Я выдержал, честно скажу, не ожидал, но выдержал. Я всегда знал, что я могу быть кем угодно, только не врачом, но выдержал. Ну, представляете, вот, человек вот с такой дырой в голове, вот, рядом экран, все видно, хирург таскает пинцетом кусочки опухоли, тут же ее на гистологию отдает, а потом говорит, Вась, пожми мне руку. А вы понимаете, что он не чувствует ничего. Человек, которым делает операцию, он ничего не чувствует, там мерных окончаний нет. Жмет руку, чтобы понять, что я не дошел до двигательного центра, что я выкалываю, выкалываю, но не дошел пока до двигательного центра. Или там скажут, а вот что вот здесь вот написано, понимаешь, или там, а тебя как зовут? Вот задаются, в течение операции задаются такие вопросы. А искусственный интеллект, например, легко указывает вот эти самые центры, речевой, двигатель, мотор. Они у каждого человека в разных местах, ну, не принципиально в различных, но все-таки в координатах x, y они разные, x, y, z, они разные. И мы им указываем перед операцией, мы это все делаем, и они охотно этим пользуются. Но на самом деле мы сейчас сделали вот эту вот платформу CoBrain, в котором есть огромный датасет, нагруженный из массы российских больниц, анонимизированный, конечно. Хотя анонимизация, прошу прощения, это такая достаточно тонкая история, понимаешь, вот у тебя есть медицинские данные, анонимные, фамилия, имя, отчество неизвестное. Но правого, правого восьмого зуба нет, или там шестого какого-то, не знаю, и рука была сломана, понимаешь. На самом деле, с вероятностью единицы-то очень быстро, может быть, для десятилетних это сложно, а для человека с пробегом, например, типа меня, да, вот эта история, история крайне простая. Так что это анонимизация, если сказать честно, не хочется в интернете это говорить, но если сказать честно, конечно, это вообще фуфло. Но тем не менее, анонимизированные. Так вот есть огромное количество анонимизированных данных, и есть значительное количество самых разнообразных алгоритмов. Например, ты можешь сфотографировать, вот стандартная история, вот родинка, мне что-то не нравится родинка у меня на руке, вот что-то у меня растет, непонятно, очень, очень обычная история. Ты делаешь фотографию и посылаешь нам, мы тебе дадим ответ, который почти наверняка, с очень большой вероятностью, будет верно. Что это? Это родинка или у тебя, простите, уже рак кожи? Понимаешь? Вот с 1 января она будет в общем пользование. Любой человек может послать любую информацию, ну не любую, конечно, это я преувеличиваю, но список вопросов, на которые мы в состоянии дать ответы, он уже очень велик. И он будет наращиваться ни в коем случае не нами, мы сделали только proof of concept, то есть доказательство того, что так можно делать, в принципе так можно делать. А на самом деле мы считаем, что на этой платформе, как это делается во всем мире, постепенно будет, она постепенно будет наполняться теми людьми, которые занимаются, профессионально занимаются искусственным интеллектом, которые профессионально занимаются искусственным интеллектом в медицине, приложениями и так далее. Она открыта. Каждый человек может положить туда свой алгоритм, натренировать на имеющихся данных и выложить его в качестве некого средства. Вы можете спросить, зачем это надо? Вот на самом деле вопрос совершенно нетривиальный, мы и сами точно не знаем, потому что первое, что мы подозреваем, что это вызовет огромное количество, огромное количество скандалов и трений. Ну, понимаешь, вот ты пришел к врачу, врач тебе говорит, о, старик, у тебя все в порядке, иди спокойно. Я, про прощение, личный пример, я этим летом переболел воспалением легких, что на самом деле кондиционер, кондиционер и жара, ну, в общем, переболел воспалением легких. Тут вы не злазились, помню, этот бюллетень не брал, может, 40 лет, не знаю, не брал. Переболел очень тяжелым воспалением легких, но пришел в клинику, мне сделали КТ, посмотрели, говорят, о, пенициллинчику попей. Я говорю, слушай, родная, ты понимаешь, я же еще из того, из бэби-бумеров, нас пенициллином с 5 лет перекормили, я уже 20 лет на него не реагировал. Нет, у нас хороший пенициллин, новый, а мне нужно было, мне нужно было лететь, но я ничего не мог сделать, вот я с температурой 40 сделал 4, 39-40 сделал 4 полета, А потом, потом попал под капельницу, все это было довольно тяжело, но сейчас последняя, последняя ценность. А потом я все-таки решил проверить и по знакомству подошел, подошел со своим снимком к главному пульмонологу России. Он посмотрел на этот снимок, на меня, на снимок, на меня и говорит, и что, и вот с этим тебя выпустили из госпиталя, что ли? Я говорю, да, да, с кальпинциллинчиком там, и все, все обойдется. Понимаете, и вот смотрите, если у вас есть, условно говоря, второе мнение, которое формулирует машина, и мнение врача, которое может не совпадать. Вот, на самом деле, как сейчас делается в клиниках, вот, например, то же самое МРТ, вот я увидел, что это такое, черт знает, я звоню, Коль, дай я тебе перекину, коллеги, дай я тебе перекину по внутренней сети МРТ, посмотри, видел такое, нет, не, не видел, ну, спросил кого-нибудь еще, ну, там, попутешествуют, или найдут. А у нас есть, например, программа, которая ищет similarity, так называемая, то есть, ты не знаешь, что это такое, и не диагностируешь, но ты знаешь, но ты знаешь, что ровно такой снимок был у пациента в клинике Бурденко, и закончился он, увы, фатально, вот с таким-то диагнозом, понимаешь? Ну, значит, это не диагноз, это ты просто, условно говоря, средствами, электронными средствами, хотя это искусственный интеллект, там никаких, никакого перебора нет, ты нашел в архиве некий аналог, и на основе этого аналога ты поступаешь точно так же, как поступает сейчас врач. То есть, он спрашивает коллегу, ты такое видел или не видел? Вот у меня, я вынужден был вот столкнуться очень близко, очень близко с проблемой рассеянного склероза, болезнь молодых, молодых, молодых и умных, действительно, 20 лет, в общем, обычная история, там, до 30 только заболевают. Вот, а человек из, ну, скажем так, очень, более чем обеспеченной семьи, а молодой парень, а его вот лечили, и ты в лесу гулял? Этим летом гулял. О, так у тебя энцефалитный клещ тебя укусил. И вот ему, вместо того, чтобы его капоксоном лечить, его антибиотики полгода вкалывали, там, понимаешь, пока не стало понятно, что это, в общем, все не так. То есть, на самом деле, диагностика, диагностика сейчас, к сожалению, особенно в России, ну, не только в России, но в России, конечно, она, конечно, вот то, что мы называем телемедициной, на самом деле, это и есть основной элемент телемедицины. То есть, грубо говоря, ты можешь удаленным образом, даже врач может это сделать, не только пациент, это может делать и врач, ты можешь проверить свои заключения, ты можешь получить чужое заключение, заключение машины, Но это заключение машины основано на огромном статистическом опыте правильного решения подобных задач. То есть это не пустяк. На самом деле здесь, конечно, есть масса препятствий, потому что, прежде всего, медицина – это страшно консервативная область, наверное, наиболее консервативная, что, возможно, правильно. Первый принцип – врача не навреди, как известно. Ну вот, медицина консервативная область и сертификация такого рода средств, она пока нигде в мире не практикуется. Все это делают, и в Штатах это делают, но она нигде не практикуется. Вот сертифицированное применение средств искусственного интеллекта пока в мире не существует. И вообще говоря, это, конечно, очень жаль. Но я думаю, что здесь логику победить нельзя, развитие науки, прогресса остановить никогда никому не удавалось. Так что все это будет. Другая часть очень сильно связана с искусственным интеллектом, цифровой революцией, нашими гаджетами, сетями, которые мы используем – это, конечно, полная потеря то, что называется «прайвеси». То есть вообще-то его частного пространства – это иллюзия, его давно не осталось. Понимаете, вот гугл и фейсбук знают о нас самих в миллион раз больше, чем мы сами, и это абсолютнейшая правда. Вот как делал, например, тот же самый Казинский с Кембридж-аналитикой. Он, так сказать, он по фейсбуку букетировал пользователей, классифицировал. Оказалось, что люди существуют не такие сложные, как нам кажется. Есть 32 параметра, которые нас различают. Из них 8 генетических, остальные, например, в состоянии этого банкского счета. Но нас различает, на самом деле, не так много. То есть, грубо говоря, если мы с тобой совпадаем по этим параметрам, то в аналогичных ситуациях мы поступим одинаково. А дальше как ты влияешь на избирателей? Ну, понятно совершенно. Вот если у тебя есть такая классификация, то ты знаешь, одного, предположим, ты можешь изучить это несложно. А еще полмиллиона человек думает точно так же. А вот этот один, например, какой-нибудь реднек, который ненавидит афроамериканцев, евреев, еще кого-то и так далее. И вот всем им, всему этому букету, всему этому классифицированному множеству, посылаешь, условно говоря, те же самые, одни и те же послания. То есть, каждый получает ровно то, что он хочет слышать. Правильно, давить их надо. И я всегда это говорил. Правильно, их надо их давить. Я еще раз хочу сказать. Это фольклор. На самом деле, никто этого доказать никогда не мог. Но вот этот фольклор, он, так сказать, как-то очень вжился. И, честно говоря, я лично думаю, что это правда. Но, еще раз, я не могу ни на что сослаться. Нет никаких заслуживающих доверия статей по этому поводу. Но фольклор вот ровно такой. И самое главное, что я понимаю, что технологически это действительно очень несложно. Это сложно с точки зрения, что это большая трудоемкость, это большая работа, много программистов должно этим заниматься. С этой точки зрения это сложно. Но технологически, принципиально, здесь нет ничего удивительного. Это действительно, это все действительно так. Потихонечку мы понимаем, что вот наше личное пространство, на самом деле, вот мое частное мнение, я думаю, что о нем просто уже надо забыть. Потому что надо понимать, что его не существует, и все, и конец, и точка. Вот, знаете, я приведу пример. Вот когда начали, все помнят, когда начали распространяться мобильные телефоны, масса людей ставили заглушку. Если номер, если номер не, если номер не, то есть я звоню, но не показываю номер. А ты когда дома трубку берешь, ты же не знаешь, кто звонит? А я тоже тебе не скажу, кто звонит. Вот я тебе звоню, возьми, пожалуйста. Вы знаете хоть одного человека сейчас, который так поступает? Ответ. Я не знаю. Может кто-то из присутствующих знает? Я не знаю ни одного. Вначале это было страшно распространено. Люди ставили заглушку на свой номер. А ну а что, действительно, с какой ситуации? Ты дома когда берешь трубку, ты же не знаешь? Вася, это ты что ли? Бери трубку. Нет, сейчас это прекратилось. А на самом деле, что это означает? Это еще один шажок в сторону от нашей правеси. Понимаете? Да, вот я не меняю телефон уже 20 лет, наверное, номер. Все его знают. Ну, хорошо. Нет смысла что-то скрывать. Потому что ты ничего сделать с вами не можешь. А поэтому и теряется смысл. Все, что тебе надо, а тебе все, кому надо, все знают. Поэтому, как отец меня учил, ты всегда документы подписывай, как будто у тебя с правого плеча прокурор стоит. Но время было не искусственный интеллект, немножко другое. Но само по себе высказывание, да, сила этого высказывания сохраняется. На самом деле. И это действительно тоже очень важное последствие того, что сейчас происходит. Вот ускорение сетей, появление все больше и больше проникновения всевозможной мобильности в нашу жизнь. Появление искусственного интеллекта, который не просто, еще раз повторяю, решает технологические задачи, но он проникает уже очень глубоко социально. Все это кардинальным образом меняет нашу жизнь. А мы это даже не очень замечаем. Вот пример, который я приводил в самом начале. Мы живем в период грандиозных изменений и не отдаем себе отчет, что это происходит на наших глазах. Это действительно забавная вещь, но почему-то человек так устроен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова